В субботу 12-летний житель города Рыбное, Леня Растенец, ушел из дома и не вернулся. Все местные полицейские задействованы в поисках. Также ищут мальчика представители общественности и волонтеры. Судя по последним данным, Леня вышел погулять рядом с домом и бесследно пропал. Сейчас в поиске мальчика задействовано 63 сотрудника органов внутренних дел и более 20 представителей общественности и волонтеров. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о судьбе или местоположении или 1-0 Растенца, сообщить по телефону 02. Сегодня в Рыбновской администрации мы попытались узнать о том, как идет розыск пропавшего Леня Растенца, но внятного ответа не получили. Чиновники отправляют за сведениями в полицию. Хотя кто как не власть должна, что называется, держать руку на пульсе. Ну, может это только наше собственное представление о том, как должны искать пропавших детей. Раньше бы никто из ответственных руководителей спать не лег, каждый час запросы бы делал. Ну да ладно. Больше сведений дали волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. На данный момент результатов нет. Московская группа сегодня утром уехала. Вчера работали 23, где-то примерно 23 человека. Вот. Но пока, к сожалению, ребенок не найден. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по пункту В, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство малолетнего. В настоящее время организован штаб по проведению следственных действий и поисковых мероприятий. Привлечены сотрудники правоохранительных органов, местные жители и волонтеры. В Касимове продолжаются поиски рыбаков, которые отправились в плавание по Оке и тоже пропали. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, выплатить удалось только одному. Остальных ищут. В злосчастные лодки были жители села Алешина, совхоза Маяк и Касимова. Завтра мы постараемся узнать подробности о поисках пропавших людей. И еще, по сообщениям очевидцев, в ночь на понедельник неподалеку от Орехового озера вовсю полыхала сухая трава. Пламя было велико и страшно. Но сообщают, что зарево можно было видеть от торгового центра «Круиз». Траву сейчас жгут в загадочных целях, что называется, изо всех сил. За истекший период 2014 года на территории области зарегистрировано 375 случаев горения сухой растительности или травы. В том числе наибольшее количество выездов у нас произошло в Рязанском районе, в Спасском и Скопинском районе.